Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем изучать стандарт ИСО 22716 парфюмерно-косметическая продукция, надлежащая производственной практике GMP. И сегодня мы разбираем главу номер 7. Производство. Итак, пункт 7.1. Принцип. На каждой стадии производственных процессов и упаковочных операций следует применять необходимые меры. Какие меры? Эти меры должны быть направлены на то, что вы выпустите качественный готовый продукт и такой продукт, который будет удовлетворять всем определенным характеристикам и требованиям нормативной документации. Пункт 7.2. Производственные операции. 7.2.1. Наличие соответствующей документации. Соответствующая документация должна быть в наличии на каждой стадии производственных операций. Это стадия, например, производства, которая состоит из нескольких дополнительных стадий. Это, например, взвешивание сырья, обработка сырья, далее загрузка по прописи сырья, какие-то манипуляции, какие-то производственные операции дополнительные. Потом идет расфасовка сырья, готового полупродукта и так далее. На каждой этапе этой производственной линии должна быть соответствующая документация. Какая это может быть документация? Технологические инструкции, могут быть нормативные документации, ТУ, ГОСТы, фармакопейные, может, какие-то статьи. Далее, может быть, протоколы на серию вы будете заполнять, где будете фиксировать все фактические показатели на каждой производственной стадии. Производственные операции следует проводить согласно производственной документации, которая включает в себя что? Во-первых, оборудование, именно подходящее оборудование, на котором вы будете производить свой готовый продукт. Далее, в документации должна быть рецептура для продукта. Что это значит? Это значит все виды сырья, которые входят в данный продукт и в каком количестве. Далее, перечень всех сырьевых материалов, которые вы добавляете в данный продукт по рецептуре. И если есть какое-то отклонение вне рецептуры, но допустимое для производства косметических препаратов, это все тоже добавляете. Причем по сырьевым материалам, согласно документам, с которыми поступило ваше сырье на ваш завод, обязательно указать нужные номера и размеры партии. Далее, также в документации должна быть детализация производственных операций для каждой стадии. То есть, что это значит? Должно быть указание, какие сырьевые материалы вы должны добавить, при какой температуре должны вести технологический процесс, скорость, где это применимо, может быть, скорость мешалки или еще что-то, время перемешивания того или иного полупродукта, как вы должны отбирать пробы, очистка, санитарная обработка оборудования, если это необходимо, и отправка, например, бестарного продукта или, например, полуфабриката, если вы дальше не ведете упаковку данного продукта, а разливаете в какую-то промежноточную тару и, например, отдаете на какое-то производство или продаете. Это тоже нужно все описать. Далее, пункт 7.2.2. Проверка перед началом работы. Что вы должны сделать? Перед началом любых производственных операций в чем нужно удостовериться? Что, во-первых, прежде чем начинать вообще производственный процесс, вы должны проверить, имеется ли вся документация. Это все нормативные документы, технологические документы, отчетные документы и так далее. Далее, что все сырьевые материалы имеются в распоряжении, то есть они у вас уже находятся в вашем внутрицеховом складе и, самое главное, они разрешены к использованию. Далее, имеется все подходящее оборудование, то есть оборудование, конечно, оно стационарно, но вы должны подготовить дополнительное оборудование, если это необходимо для производственного процесса. Поэтому вы должны это проверить. И вы также должны проверить, выполнена ли очистка территории именно того производственного участка от предыдущего продукта, все ли очищено, все ли готово именно для того, того, чтобы производить и упаковывать новый продукт. Пункт 7.2.3. Присваивание номера серии. Номер должен быть присвоен каждой партии произведенного бестарного продукта. То есть, если вы, например, бестарный продукт, это как полупродукт, разлитый, например, в емкости для хранили или в промежуточные емкости, и вы должны однозначно присвоить номер серии или номер партии. И этот номер не требуется, чтобы этот номер был похож или идентичен номеру партии, который указывается на этикетке готового продукта. Но если вы указываете какой-то новый код, новую серию, они должны быть очень взаимосвязаны с номером серии готового продукта для того, чтобы идентифицировать, что вот готовый продукт в такой-то серии и на промежутках вот такое происходило кодирование. Идентификация серии должна быть очень прозрачна на всем протяжении жизненного цикла вашего готового продукта. Далее. Пункт 7.2.4. Идентификация операции в процессе производства. Согласно рецептуре, все абсолютно сырьевые материалы должны быть отмерены, это имеется в виду, если жидкие какие-то материалы, отвешены, если это сыпучие материалы, в чистые подходящие контейнеры. Эти контейнеры, на эти контейнеры должны быть обеспечены, каждый контейнер, этикетками в соответствующей идентификации или кодом или непосредственно в оборудовании используемые для производства. Если это, например, огромные реакторы или емкости для хранения, вы также должны на этих реакторах и емкостях идентифицировать этикетками это оборудование. Далее. В любое время должна быть обеспечена возможность идентифицировать вот это основное оборудование, контейнеры с сырьем и контейнеры с бестарным продуктом. То есть мы подходим, видим там этикетка, видим какая серия, какая там номер загрузки, серия готового продукта и так далее. Мы должны... И согласно этой этикетке должно быть все прозрачно, из какого сырья сделано, при каких параметрах психологических и так далее. Идентификация контейнеров с бестарным продуктом должна показывать, что... Это название продукта, что там хранится. Ну, например, там... Ну, название какого-то крема. Или идентификационный код. То есть вы, например, название готового продукта, крема, ну, например, ласточка, вы... Он идет у вас под определенным кодом. Вы или код этот пишете. Далее. Номер партии вы пишете. И условия хранения. Эта информация является необходимой, чтобы обеспечить качество. Поэтому в любом случае, в емкостном оборудовании, в каких-то дополнительных этих тарных каких-то ящиках, местах, промежуточной емкости, все должно быть идентифицировано для того, чтобы обеспечить качество продукта. Далее. Пункт 7.2.5. Контроль в процессе производства. Процедуры контроля в процессе производства и их приемочные критерии должны быть определены. То есть здесь что имеется в виду? Все процедуры контроля именно в процессе производства. Они должны быть описаны у вас или в определенном технологической инструкции, как проводить внутрипроцессный контроль и какие приемочные критерии. То есть, например, если это идет экспресс-контроль, например, при промежуточном контроле вы проводите ПАЖ. То есть в вашей цеховой лаборатории у вас есть оборудование, вы там этот приемочный контроль проводите ПАЖ. У вас должны быть критерии, от скольки до скольки и у вас должен этот ПАЖ быть. И вы проводите этот контроль и, естественно, вы его фиксируете. Процедуры контроля в процессе производства должны выполняться по определенной программе. Ну что это имеется в виду? Ну, это в зависимости от того, насколько внедрено у вас GMP-производство. То есть некоторые составляют спецификации, где описывают, как контролировать, например, готовую продукцию на какой стадии и с какими критериями приемлемости, с какими параметрами. Некоторые ориентируются методы контроля, описанные в ТУ, например, в ГОСТе или в фармакопейной статье. Некоторые ориентируются в технологической инструкции, может быть, у вас там прописано. То есть в зависимости от того, где у вас прописано, это и есть программа определенная, по которой вы должны эти процедуры контроля выполнять. Далее. Любой результат, не соответствующий критериям, должен быть отмечен и соответствующим образом изучен. То есть, если вы получили результат, который не отличается от нормы, вы должны, во-первых, это зафиксировать, во-вторых, вы должны принять коллегиальное решение о том, что с этим делать. Или вы это идентифицируете как несоответствующей продукции, или вы что-то дорабатываете и снова делаете контроль, запускаете уже дальнейшее производство, или вы вообще как бы это как брак или решение до определенной комиссии. То есть, но в любом случае это должно изучаться. Далее. 726. Хранение бестарного продукта. Нерасфасованный продукт следует хранить в подходящих контейнерах, в определенных зонах и в соответствующих условиях. То есть, если вы, например, в реакторе сделали загрузку, вы можете какое-то время хранить в реакторе, но отменена в это время, например, расфасовка. Или в промежуточной емкости для хранения, или вы разливаете какие-то меньшего объема промежуточной емкости. Но в любом случае должны хранить в таких зонах при соответствующих условиях именно условия, которые определены для готового продукта. То есть, нерасфасованный продукт и фасованный продукт должны храниться в утвержденных в нормативной документации условий. Максимальный срок хранения бестарного продукта должен быть определен. То есть, это допускается путем или мониторирования показателей, или проведения валидации процесса именно хранения бестарного продукта. То есть, вы должны каким образом это делать? Например, пусть этот бестарный продукт у вас хранится в емкости для хранения. Вы должны определить максимальное количество, например, дней или часов, сколько вы можете хранить этот продукт, именно качественные. Но чаще всего это связано с микробиологической обсемененностью. То есть, вы храните сутки, как вы можете достичь, как вы можете хранить продукт, при каком сроке. Сутки храните, делайте анализ, показатели не изменились в микробной обсемененности. Далее, вторые сутки пошли, опять показатели хорошие. Третьи сутки, уже вы видите, показатели начинают сдвигаться в худшую сторону. И вы тогда уже должны определить, или максимально вы двое суток храните, или можете еще трое суток похоронить и посмотреть, какие показатели. Вы для себя должны определить этот срок. Потому что бывает такое, что вы, например, произвели продукцию, оставили в емкостях для хранения, а в это время, например, не можете расфасовывать, потому что сломалась машина. И тогда этот максимальный срок для вас должен быть определен. Далее, по достижении этого срока нерасфасованный продукт должен пройти повторную оценку перед использованием. То есть, прежде чем расфасовывать, вы должны провести контрольные какие-то параметры основные, которые доказывают, что ваш продукт годен. Пункт 7.2.7. Повторное складирование сырьевых материалов. Если сырьевые материалы остаются неиспользованными после взвешивания, например, взвесили мешок, например, на 20 килограмм, а вам нужно только 5 килограмм, вы взяли из этой тары 5 килограмм, взвесили для своей загрузки, а остальная часть сырья считается приемлемой, то есть, ее можно будет использовать для следующей загрузки, но чтобы не держать ее в цехе, ее возвращают на склад. Она просто предназначена для возвращения на склад, и вы упаковываете соответствующий контейнеры, маркируете, чтобы идентифицировать данное сырье, и сдаете на склад, и склад уже в приемлемых таких допустимых условиях хранит это сырье. Когда вы будете производить следующую загрузку такого же вида готовой продукции, вы это сырье возьмете. упаковочные упаковочные 7.3 пункт упаковочные операции. Они очень похожи на обработку сырьевых сырья для готовой продукции. Пункт 7.3.1 наличие соответствующих документов. То есть, здесь мы еще раз повторяем, как и при сырье, соответствующая документация должна быть в наличии на каждой стадии упаковочных операций. Если взять, например, баночки для разливок крема или баночки, например, стеклянные для шампуня, может быть такое, то есть несколько стадий мытье этих баночек, стерилизация, далее расфасовка шампуней, укупорка пробками, далее маркировка и упаковка в транспортную тару, то есть несколько стадий таких упаковки, упаковочной операции, вот на каждой стадии должна быть соответствующая документация, какие-то технологические инструкции, может быть специальные протоколы для ведения записей, подтверждающих, что вы на каждой стадии все делали правильно, может быть технические условия на данную готовую продукцию. упаковочной операции следует проводить согласно документации уже по упаковке, что сюда включается, тоже в этой документации должно быть указано все подходящее оборудование для того, чтобы эта упаковка была произведена и была получена готовая продукция высокого качества. Далее должно быть перечень упаковочных материалов, определенных для запланированного готового продукции. Туда должно быть абсолютно все упаковочные материалы. Этот перечень должен включать. И детализированные упаковочные операции должны быть описаны. Такие, как я уже перечисляла, наполнение, закрытие, маркировка, этикетирование и кодирование. Все это должно быть включено в вашу соответствующую документацию. Проверка перед началом упаковки. Прежде чем начать любую упаковочную операцию, что нам нужно проверить и удостовериться в чем? В том, что там, где мы производим упаковку, вся эта территория очищена от материалов от предыдущих операций или от предыдущей серии. следующее, что мы должны удостовериться, что имеется вся документация, которая предназначена для упаковочных операций. Далее, мы должны проверить, что в наличии все упаковочные материалы присутствуют на месте, где будет упаковка. и далее, подходящее оборудование для использования имеется в распоряжении, что оно находится в исправном состоянии, оно очищено и при необходимости даже дезинфицировано. Пункт 733. Присваивание номера партии. Номер партии должен быть присвоен каждой единице готовой продукции, то есть вот взять вот эту каждую единицу и номер серии или номер партии должен быть там. Далее, не требуется, чтобы этот номер был идентичен номеру партии, который указывается на этикетке готовой продукции. То есть на промежуточных стадиях упаковочной продукции вы можете идентифицировать продукцию, ну, применяя какие-то соответствующие коды, например. А уже готовая продукция у вас будет выходить, там уже своя серия. Но не требует так, но в таком случае между вот этими кодами или номерами должно быть очень простой переход или связь к номеру серии продукции. Далее 734 идентификация упаковочной линии. В любое время должна быть обеспечена возможность идентификации упаковочной линии. Что это значит? Если руководитель идет по территории фасовки, видит, что одна линия упаковывает продукцию, что он должен увидеть? Он должен увидеть, что на этой линии упаковывается такая-то продукция, то есть номинование этой продукции. Далее идентифицированный какой-то код в соответствии с документацией. Название или идентификационный код уже готового продукта, номер партии должен быть. Далее 735 проверка оборудования применяемого для контроля в оперативном режиме. То есть вы знаете, что проверка идет как готового продукта, уже выборочный контроль проходит и контроль качества нам дает конечный результат о качестве всей серии готового продукта. Но в то же время еще проводится в оперативном режиме или производственный контроль или в течение упаковки может быть выборочный такой контроль для того, чтобы проверить насколько упаковка или процесс упаковки проходит качественно и в соответствии с нормативной документацией. И если используемое оборудование для контроля в оперативном режиме, то его следует проверять согласно определенной программе. То есть если мы даже проводим оперативный контроль, например, в соответствии с каким-то кипецкими приборами, по программе должен постоянно проходить проверку, валидацию, поверку этот киповский прибор. Если контроль проходит просто как по внутрепроизводственной контроль и мы должны что-то проверять, это опять-таки должно быть в программе описано. Как мы должны проверять, что проверять и какие отличия видеть по дефектам. Далее контроль в процессе уже упаковки. Процедуры контроля в процессе упаковки и приемочные критерии должны быть определены. То есть если идет опять-таки вот я повторюсь уже внутри процесса во время процесса контроль, то экспресс-лаборатории, на которой находятся в цехе, там тоже должны быть критерии приемлемости. Если мы промежуточно проверяем по упаковке размеры упаковки или качество клея или еще что-то, то экспресс-контроль тоже должен иметь по каким критериям мы должны проверить, насколько качественно идет внутрепроизводственный контроль. И все это должно быть определено в документации. Процедуры контроля в процессе упаковки должны проводиться по определенной программе. Но эта программа имеется в виду или нормативная документация, или это описано в технологической инструкции, или в инструкции по контролю качества должно быть описано, как вообще проводить вот этот контроль в процессе упаковки. И любой результат, который не соответствует критериям, должен быть отмечен и соответствующим образом изучен. То есть, если что-то, какое-то несоответствие пошло, обязательно это фиксируем, изучаем, почему это прошло, и принимаем решение, что с этим дальше делать. далее. У меня здесь один слайд прошел мимо. Это 737 повторное складирование упаковочных материалов. Это имеется в виду все сырьевые материалы упаковочные. Что это имеется в виду? Пачка, инструкция, еще какие-то упаковочные материалы, которые применяются для упаковки вашей готовой продукции. Вы упаковали готовую продукцию, у вас эти материалы остались, и вы их можете сдать на склад, так же, как и сырье, и хранить на складе, но только без серии. И потом вы можете использовать дальше уже для другой серии готового продукта. И 738 идентификации меры для незавершенного процесса. Заполнение контейнеров и этикирование обычно являются непрерывным процессом. Если процесс прерывается, следует принять специальные меры. Здесь имеется в виду какие меры? Это операция разделения, идентификация, чтобы избежать путаницы и неправильной установки этикеток. Здесь имеется в виду, если незавершенный процесс, например, вы расфасовываете продукт и упаковывать будете, например, только на следующий день. Тогда вы вот этот незавершенный продукт будете складывать в какие-то контейнеры. И вы должны эти контейнеры обязательно проидентифицировать. И тогда у вас, когда вы будете проводить процесс упаковки, вы же там будете настраивать серию, вы должны четко знать, что вы взяли именно ту тару нерасфасованной продукции, которая именно предназначена для упаковки этого готового продукции, этой серии. Поэтому вот этот незавершенный процесс упаковки, он должен, все контейнеры, вся тара должна быть промаркирована, чтобы не было никакой путаницы. Вот. Ну, на этом все, все, что говорится в стандарте ИСО 22716 по косметической, парфюмерно-косметической продукции, раздел 7, мы разобрали. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать в комментариях. До следующей встречи. Субтитры Субтитры